то что мы с вами делали сейчас до этого момента это было чисто в виде японской живопись классическая школа все то что мы делали относилась к этому а сейчас мы с вами сделаем немножко совсем другое мы поиграем это не будет иметь прямого отношения к живописи к японской но она будет иметь отношение к нашему состоянию какие-то объяснения я вам потом дам по результатам мы с вами сейчас делаем следующему берем с вами листок бумаги и раскладывайте кладите этот листок как вам удобно вертикально горизонтально да это на ваше усмотрение но нам нужно этот листок мысленно поделить на три части на три части и верхние две трети верхние две трети мы сейчас с вами берем вот эту часть и с ней сейчас будем работать теперь мы берем кисточку чистую мы с вами подготовили теперь совсем другой это гуашь у нас это краски берем кисточку окунаем ее воду набираем много воды и вот эти верхние две трети размазываем воду для того чтобы намочить эту часть листа верхнюю часть листа размачиваем водой чистой водой если будет подсыхать вы просто берете снова воду и снова размачивать теперь берем пальцем синюю краску палец мочить водой на ваше усмотрение и размазываем небо какое-то будет небо я не знаю это ваше небо поэтому размазывайте как вам нравится будет ясно как скажете теперь возьмите пальцем белую краску и по этому небу давайте размазывать облачка а и и Нравится вам по небу облачка размахать? Отлично. Вот об этом мы здесь и говорим. Мы говорим о том, что в японской живописи, в отличие от европейской, огромное значение имеет тактильное ощущение, само ощущение, прикосновение к рисовой бумаге, вы почувствовали, что это совсем другое. Прикосновение туши, кисти, то есть вот это вот все. Вы чувствуете, вы не просто хотите получить результат, вы чувствуете процесс, и он вам нравится. Вы получаете удовольствие от процесса. Насколько я поняла, так оно и было. Именно поэтому я вам дала такую игру легкую. которая вам показывает, что в этом есть удовольствие. Насколько я поняла, по огромному количеству людей, всем нравится размазывать облачка по небу. Теперь скажите мне, пожалуйста, что там внизу? Внизу там какое-то водохранилище и лук с зеленой травой. Поехали. Ни в чем себе не отказывайте. У вас есть вода и краски. У вас есть кисть и краски. У вас есть тушь и знание каких-то штрихов. У вас есть огромное количество вариантов. Еще хочется здесь солнышко все-таки нарисовать. Да, пускай светит. Так уж с лучиками-то точно. Как же. Как учили в детском саду. Да. Хм-хм. Будут разные цветочки на лугу разного цвета. Также вы можете их и пальцем нарисовать, и кистью, и какого-то, как вы хотите. Как вы видите, живопись – это занятие, которое невозможно закончить, можно только прекратить. Поэтому мы будем рисовать дальше. Это работа, которую теоретически человек может научиться и делать, ну я не знаю, положим какие-то основы, можно за 4-8 занятий объяснить. Но смысл в том, что вряд ли оно имеет смысл без учителя рядом. То есть когда человек не в поле учителя, и когда он чувственно рисует, да, это есть какая-то медитация для него, вне всякого сомнения. И если он занимается, ну год-два уже, то тогда он уже и сам что-то будет для себя в любом случае получать положительное. Это однозначно. То есть такая медитация будет получаться. Но чтобы какие-то были именно результаты, ему надо не только самому в этом чувственном рисовании быть, но и получать ответ от учителя как бы на свои вопросы. Пока вот человек чувственно что-то рисует. И тогда это, наверное, ну как вот, например, на Востоке, Япония, Китай, там же учитель на всю жизнь. Там же они стараются уже просто никогда уже не уходить от учителя. Но у них и другое отношение к слову «сенсей» и к учителю. Поэтому у них, возможно, просто другой менталитет. Продолжение следует...